Всем привет! Сегодня я буду делать заколку с пионами. Пионы у меня уже сделаны заранее, я их делала по мастер-классу. Немножко, конечно, со своими изменениями, но в целом это мастер-класс Ирины Иваницкой, который вы можете найти на просторах интернета и сделать по нему подобные цветы. Так, мне понадобится вот такая заколочка и, конечно, зеленая глина для листиков. У меня зеленая это смесь према и крафт энд клэй, чтобы получился вот такой немного глубокий цвет. Что я делаю? Я беру и раскатываю данный кусочек глины в довольно тонкий пласт. Здесь нам излишняя толщина не нужна, поэтому катаем как можно тоньше. Из этого пласта мне понадобится сделать 5-6 листиков. То есть катаю где-то, наверное, в миллиметр толщиной. Еще раз говорю, лишнего объема нам здесь не нужно. Так, и теперь у нас есть два способа, как сделать листочки. Можно взять настоящий листик. У меня листики смородины здесь, вот такие вот. А можно взять молд, который мы с вами делали, с выпуклой полоской. И отпечатать его на данном пласте. Я хочу, поскольку я часто использую молд, вот этот, в последнее время, я хочу показать вам, как сделать это с помощью листиков. Я беру листик. Лучше взять листик смородины. Почему? Потому что здесь сразу идет 3 лепестка и можно сделать сразу 3 листика. Переворачиваю прожилками. Накладываю аккуратненько. Сначала пальчиками разглаживаю и затем хорошенько прикатываю. Вот таким вот образом прикатаю. Тем более сейчас уже тепло и везде есть листики, поэтому никаких проблем здесь возникнуть не может. Убираем. Получаем довольно четкий отпечаток. Сразу подрезаю пласт. И теперь беру ножичек. На глаз вырезаю листики. То есть тут не важно, что они будут немножечко разные. То есть вот именно лист смородины той же дает нам возможность вырезать сразу 3 листика. Аккуратненько вырезаем. Вот так. Убираем излишки. И у нас получаются вот такие 3 листа. Уже с прожилками практически готовые. Немножечко пальчиками по краям вы можете их разгладить. Для того, чтобы не было острых краешков. Чуть-чуть буквально, не сильно применяя текстуру. И теперь ножиком же я делаю вот такие надсечки. Естественно, если нет у вас макетного ножа, это прекрасно все выполняется и обычными канцелярскими ножами. Просто макетный удобнее держать за ручку, поэтому я его использую. Аккуратненько делаем все листочки. И нам таких листочков, как я уже сказала, понадобится 5-6. Выполняю такие листочки. Я сделала 6 листочков. Вот такие вот четкие текстуры получились. И теперь я взяла вы листочек бумаги. Беру пастель красного и желтого цвета. И буду немножко тонировать. Настрогиваю пастель. Пастель должна быть обычная, не масляная. То есть, как мелки. С масляной, если честно, никогда не работала, поэтому не знаю, как она себя поведет с глиной. Но не думаю, что стоит ее добавлять, в принципе, как акриловые краски, запекаемую глину. Потому что все-таки краска может загореться. Поэтому не советую экспериментировать. Хотя, если вам очень хочется, можете попробовать. И тонируем наши листики по краешкам. Я перенесла специально на листок бумаги, для того, чтобы не запачкать поверхность, на которой работаю. Кранируем самые краешки, чтобы только чуть-чуть затемнить их. Красная на зеленом дает такой немного коричневатый эффект. Поэтому я беру именно красную пастель, а не коричневую. Но вы, в принципе, можете брать любую, какая вам нравится. И тонировать тем цветом, какой вам больше по душе. Я беру красную и желтую обычно. Теперь, в принципе, можно поэкспериментировать, допустим, с черной или более светлыми или зелеными тонами. И тонирую таким образом все листики. После того, как листочки затонированы, я приступаю непосредственно к самой заколке. Мне понадобится листок бумаги. Они обязательно чистые. Вот я его свернула в 4 раза. И сворачиваю еще пополам. Вырезаю прямоугольничек из него. Для того, чтобы вставить сейчас заколку, чтобы листики у меня тоже стояли, а не болтались. Еще чуть-чуть отрезать. Вставляем сюда заколку. Таким вот образом. Чтобы она стояла плотно. Вот так вот на бумажке. И чтобы этот листик поддерживал наши листочки, которые мы сейчас будем прикреплять. В первую очередь делаем основу из зеленой пластики. Катаем колбаску. И присоединяем ее на основу для заколки. Лишние края обрезаем. И аккуратненько пальчиками поправляем все. Это будет такая основа, которой сейчас мы будем крепить всю нашу композицию из листиков и цветов. Хорошенько ее выравниваем. Смотрим, чтобы она нигде не нависала. Чтобы материал был распределен ровно по поверхности. Вот таким образом. И теперь аккуратно снимаем листочки с бумаги. И начинаем выкладывать их на основу. Начнем по бокам. Так, два листочка я прикреплю прямо вот так вот. Самые крупные беру. Аккуратненько прижимаем, но стараемся не сильно жать, чтобы не оставить отпечатков пальцев, конечно. Следующий листик. То есть тут аккуратненько сами выкладывайте и смотрите. Так, чтобы все было красиво и равномерно. Пока что сильно я не прижимаю. Пока что только аккуратненько прикладываю, примечаю, где что у меня будет располагаться. Ну, допустим, вот таким вот образом. Теперь я беру заколку прямо в руки. Чуть-чуть приподнимаю. И намечаю место, где у меня будут располагаться цветы. То есть здесь вот у меня будет центральный большой цветок. И по бокам два небольших. Мне понадобится гель жидкая пластика. Так, и для начала я еще немножко смотрю, чтобы все уголочки были ровные. Так, все ровно. Я начинаю, прямо на цветок наношу гель с обратной стороны. Хорошенько промазываю его. И присоединяю этот центральный элемент. Значит, я его присоединяю в центр. Здесь уже нужно будет хорошенько его прижать. Чтобы он прилип и к листикам, и листики хорошо склеились к основе, с основой. Теперь то же самое я делаю с остальными двумя цветочками. Наношу гель и присоединяю. И после того, как вся композиция собрана, больше никаких элементов не хочу добавлять. У меня будет все довольно вот так вот просто. Я отправляю запекаться мою заколку при температуре 110 градусов в течение 20-25 минут. И после этого, в принципе, она будет готова. Цветы на заколке запеклись. Я аккуратно вытаскиваю бумажку. И поскольку глина была мягкая, то нам не нужно будет ее отсоединять от основы и еще раз прикреплять. Потому что она хорошо уже сама по себе приклеилась. Если у вас немножко глина здесь выползла, то ее можно аккуратно лезвием обрезать. У меня же все на месте. Заколка остыла. Цветочки, посмотрите, вот я их мну. Они сгибаются, но не ломаются. То есть все запечено правильно, как надо. Вот видите, они немножко гнутся. Вот так вот пружинят и обратно встают. Ничего нигде не отламывается. И последний штрих, который я хочу сделать, это нанести лак на листики. Поскольку мы использовали тонировку пастелью, то, соответственно, необходимо покрыть листики лаком, для того, чтобы пастель уже закрепилась окончательно. Что за лак я использую, я ссылочку оставлю. Поэтому, кому интересно, проходите и смотрите. Покрою, может быть, в один, а может быть, даже в два слоя. Это уже вы покрываете по желанию. Листики сразу-таки немножечко приобретут приятный глянцевый блеск. Словно они немного мокрые. Только что срезанные, скажем так, с куста цветочки и листочки. Поэтому я всегда стараюсь листики покрывать. Очень тогда красиво выходит. И покрываю с обоих сторон. Аккуратно. Не старайтесь заливать изделие. Лучше покрыть 2-3 раза тонким слоем, чем сразу все залить и испортить изделие. Цветы я, естественно, покрывать не буду. Мне нравится их натуральный вид. Поэтому здесь глянцевость будет лишней. Так вот. И оставляю заколочку сохнуть. Как только она высохнет, она будет полностью готова к использованию. Вот такая заколка у меня получилась. С пионами. Всем большое спасибо за просмотр. Всего всем доброго и пока. Субтитры сделал DimaTorzok